Я, собственно, запустил, как буду готов. Можно начать. В принципе, и готов. Ну что ж, Алексей. Общаемся. Приятная атмосфера. Здравствуй, Алексей. Краткий экскурс. Алексей и Полов. Мой друг. Пауна. Пауна в шляпе. Известны в своих кругах. В общем, решил поехать в другосветное путешествие. И сделать пауна это уже, в принципе, буквально через, наверное, 6 часов. Сейчас уехал, у нас 10-12. По сути, с утра уже легко поедет. Нет, тебе вопрос. Ну, вообще, как ты на это решился? Что тебя сподвигло в целом на эту поездку? Почему ты вообще это задумывался? То есть, ты долго готовился? Насколько я знаю, год. И так далее. Расскажи, в конце, хотя бы. Ну, собственно, у меня появилась идея путешествовать. Изначально это был план велосипеда, путешествия, кругосветка. То есть, я много читал, смотрел. Потом съездил в Крым, попробовал. Понял, что не поеду велосипедом. Понял, что вот поедем еще с моей другой ладой. С автостопом, с рюкзаками. Как я решил, в принципе, просто была идея. И потом, как-то, услышал, что она очень быстро обросла. Ну, какой-то, так сказать, практическими знаниями. И я понял, что, в принципе, у меня нету причин отказать себя в таком удовольствии. Интересно. Ну, ты решил сделать кругосветку, да? Ну, не то, что кругосветку. Ты решил пока просто отправиться, как я понимаю, в путешествие без... Из точки А, без точки Б, конкретно. То есть, есть какие-то промежуточные, как я понимаю, этапы, да, страны, возможно, да? Вот. Но нету конечного завершения вот этой затеи. Да, совершенно верно. Мне как раз было интересно выехать из дома, не зная дату, когда я вернусь. И в целом, не привязываясь к датам, не составляя плана события, просто наметить направление, двигаться в нём. А когда там окажется край земли, поскольку она плоская, я поеду в другую сторону. И стоять на других дельфинах. Чтобы не упасть на дельфинах. Ты же едешь не один, правильно? Ты едешь с девушкой. С замечательной. Ладой. Насколько она готова к поездке, как ты думаешь? Ну, то есть, как вот там и при сборах, да, там и так далее. То есть, она, видимо, тоже готовилась там не первый день, не месяц. И, возможно, там уже, ну, ближе к году, да, там готовилась плюс-минус. Да, как и ты. То есть, как ты думаешь психологически она готова? Мне кажется, да. У нас это всё происходило синхронно. Мы синхронно собирали деньги. Синхронно покупали вещи. Теперь одинаковые рюкзаки. Поэтому, мне кажется, готова настолько же, как и я. Всё синхронно. Окей. В каком направлении будешь двигаться? Ну, вот там, для себя ты какой-то вектор назначил, да, там? Я-то знаю. В примеру, в каком направлении. Кто тебе сказал? Мне кажется, я знаю. Я слышал подсказку. Ну, как я понимаю, то есть, у тебя это пока до Краснодара, да? А дальше, ну, это, соответственно, они. Да, сначала мы, вернее, Лада уже прибыла в Краснодар к родителям. И также я сейчас начну двигаться на юг России. Встречусь в Краснодаре с Ладой. А тут мы будем уже двигаться в Казахстан. Через Казахстан в Китай. Нам туда нужно уехать до 15 сентября. Иначе у нас уже закроется виза. И нам придётся остаться в Казахстане. Навсегда. Навсегда. Печально. Так. Восемо интересно. Ну, как бы, расскажи про бюджет. Наверное, очень, ну, так интересно. То есть, ты же, то есть, чтобы люди, ну, вообще, да, чтобы понимали, то есть, это, как я понимаю, путешествие автостопом. Да. Соответственно, это минимальный бюджет. Как основной способ передвижения автостопа. Разумеется, возможны и другие. Возможно, когда понадобится авиаперелёт. Возможно, когда понадобится общественный транспорт, поезд. Автостопы, это как основной способ. Вот. Где он возможен. Несходя из этого, бюджет поездки, он минимальный, как я понимаю. То есть, он маленький бюджет. Ну, честно. Не бюджет поездки, а сами расходы, да, то есть, какие-то они будут минимальные, видимо. Ну, планируется, когда это позволит путешествию не заканчиваться дольшее время, а также, да, больше возможностей нам освоиться, прежде чем начнём искать способы зарабатывать деньги, захотим где-то осесть и так далее. Что чувствуешь сейчас перед поездкой? Ну, по сути, ты вот, ну, вот у тебя сейчас там осталось переночевать и всё, и с утра ты уже парам-пам-пам, до свидания. Ну, в принципе, это, на мой взгляд, реально офигенно серьёзный шаг. Вот. Все, кто про эту поездку слушали, сказали, что ты смельчак. Ну, как минимум, там, человек и три. Вот. Ну, что, как бы, даже мне, в принципе, приятно слушать. Вот. То есть, ну, что чувствуешь сейчас, в принципе, ну, понимаешь, что у тебя завтра, в принципе, вот она вот, раз, и то, к чему ты готовился год, оно вот стартует, скажем так, эта длинная-длинная дистанция. Ну, если честно, дней пять назад, когда мы только с Ладой вернулись на северное сюда, у меня в душе было волнение, ликование, страх, ещё что-то. Сейчас у меня временно все эти чувства заменились на какие-то практические действия, которые я совершаю. Например, вчера, после того, как мы с тобой посидели, вместо того, чтобы лечь спать, я начал собирать рюкзак. Первый раз я его собрал, у меня некоторые вещи не влезли. Я его собрал ещё раз, просто поменяв что-то местами. И, в общем, к шестому разу у меня в нём осталось место ещё литров двадцать. Вот. Приготовал, конечно. Поэтому мысли сейчас полностью направлены на какие-то практические приготовления. И даже сегодня ещё надо что-то успеть сделать. Сейчас заряжаю аккумуляторы, заряжаю ноутбук. Потом я это всё сложу, и тогда у меня останется пару часиков поспать. Может быть, тогда, кстати, придёт волнение и поспать не смогу. Какое возможно. Я помню просто как я, когда мы были на Лебрусе, ночь перед восхождением, все очень, как-то не очень хорошо спали. Потому что восхождение, все дела, волнение. То есть, ну такой, знаешь, реально серьёзный шаг. Ты понимаешь, что там, я хотел давно попасть на эту гору, например. Я вот лежал в ночь и понимал, что вот оно сейчас будет. Я не смог уснуть практически. То есть, я там поспал, и там 5 часов, ну часа 2. Но, конечно, хотелось бы... Ну, мне реально, тебе очень хотелось бы пожелать. Потому что я знаю, что это реально серьёзный шаг. Чтобы в твоей поездке было, ну, наверное, много удачи. Вот. Потому что там, мне кажется, везде пригодится эта удача. Вот. И... Что ж, чтобы ты не стряхнул? Понимаешь меня? Не стряхнул? Это тоже. Ну, смыслового слова, я бы так понял. Вот. Ну и, безусловно, желать тебе офигенной поездки. Главное, блог в виде. Чтобы мы за тобой следили. И мифовать от того, что ты кайфуешь. Не знаю, что ещё можно задать. Какие вопросы? Про бюджет спросил. Ну, передвигаться спросил. По поводу о чём, в какое направлении. А, да. По поводу направления. То есть, это уже, значит, Китай, да, соответственно. И... Пока минимальная цель – добраться до Китая. Ну, на самом деле, вот. Первую цель, докуда я себе представляю, это, наверное, Индонезия. То есть, ну, с Китаем для меня более-менее всё понятно. Проеду через Казахстан, пересеку границу, документ всё порядка, вот я в Китае. Потом, конечно, нужно будет делать, опять, некий расчёт производить, делать выбор, в какую страну уехать дальше. Потому что, конечно, хотелось бы посетить Непал, например, походить около Эвереста. Но, возможно, из-за погоды не получится, придётся двигаться дальше, чтобы не застал врасплох зима. Придётся въезжать в Таиланд или в Лаос. Вот. Двигаться дальше, если это будет Лаос, потом всё равно придётся в Таиланд, в Малайзию. Лаос – это Китай? Нет, Лаос – отдельное государство. А-а-а. Камбоджа и Лаос маленькие рядом с Вьетнамом. Да, точно, точно. Кстати, я вот тебе хотел спросить про… У меня сейчас мысль пришла. Непал – трекинговые палки. Ты брать не будешь, да? Нет, я очень долго думал, брать мне их или не брать. Потом я понял, что, ну, чем меньше у меня всё болтается на рюкзаке, учитывая, что я еду автостоп, тем я, наверное, буду приятнее водителям, которые так или иначе будут подвергать машину опасности, когда будут туда затаскать мой рюкзак. Ну и, в принципе, рекомендую, чтобы рюкзак автостопщика не выглядел как бронированная машина, чтобы из него не торчали и всякие. Чтобы он не пугал водителей, которым хотят подвезти. У меня, в принципе, снаружи будет только коврик пристел, и всё остальное убедить. Ухлоп, пока. На самом деле, это надо очень попростолячий режим. Нет? Просто с камерой генида там. Ну и просто бардак. Ну что, у меня вопросы пока кончились. В общем, вкратце, история, наверное, понятна. Я думаю, что мы, наверное, будем дальше протоколировать ход событий. Пока это первое видео, может быть, Лёх нам будет присылать видосы. Мы, как-то, потом сейчас скомпонуем, и я думаю, получится очень такая долгая, красивая и интересная история. О том, что это получилось, вот, и узнаем много интересного. И еще добавить еще. Спасибо, Стан. Да? Спасибо. А 200 языков тоже интересно. Мне даже понравилось. Ладно. Ну, вопросы в процессе обсуждены. Ну, всё. Спасибо. Спасибо, Алексей. Сейчас это не каждое руганство, да? Сейчас у нас ездить в подозреку. Бля, не записывался. Шучу записывался. Ха-ха. Ну. Продолжение следует...